Добрый день, дорогие зрители! Вы смотрите телеканал «Универс Матри». С вами Виктория Новикова и я, Оскар Галимов. Вместе с вами в режиме реального времени мы будем наблюдать за студенческим маршем победы Казанского федерального университета, который приурочен к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ведь именно сегодня тот день, когда ровно 71 год назад советские воины водрузили знамя победы над Рейхстагом в Берлине. В мероприятии принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, гости с федеральных университетов России, более трех тысяч студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников университета, которые поддержали идею консолидации университетского сообщества вокруг самого знаменательного события в истории страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нас ждет очень насыщенная программа. Все начинается с возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. Далее будет шествие по улице Кремлевской от памятника Муса Джалиля до главного здания Казанского федерального университета. В шествии примут участие тысячи студентов, преподавателей и выпускников университета. Также в этом шествии принимает участие бессмертный полк Казанского федерального университета, почетный батальон КФУ и взвод представителей федеральных университетов. Дорогие телезрители, хочется отметить, что это нововведение этого года. Все федеральные университеты решили поучаствовать в этом знакомом мероприятии, тем самым отдать дань памяти Победы в Великой Отечественной войне. И, конечно же, хочется сказать пару слов именно о бессмертном полке, который состоит из двух частей. Первая состоит из 150 человек, которые несут фотографии сотрудников университета. И вот 40 человек несут фотографии своих близких и родных. Но, несмотря на то, что их все-таки не так много, мы увидим это прекрасное действие, потому что фотографии все должны были сделаны быть по единому формату. Поэтому я думаю, что это будет очень красивый именно бессмертный полк. Дорогие друзья, сейчас мы с вами наблюдаем площадь перед главным зданием Казанского федерального университета. Потихоньку собираются все студенты всех учебных подразделений Казанского университета. Подходят все университеты, студенты, а также иностранные студенты из деревни универсиада. Мы видим, что последнее приготовление и как раз-таки сковородка, главная площадь перед Казанским федеральным университетом. Все, в принципе, готово к тому, чтобы уже встретить шествие, которое будет состоять все-таки из такого большого количества участников. Дорогие телезрители, стоит отметить, что в этом году участвует очень много студентов, порядка 3 тысяч, а если быть точным, 3 тысячи 750 человек. Участвуют все учебные подразделения Казанского федерального университета. А также хочется напомнить нововведение в этом году. Это отдельный взвод, который собран из федеральных университетов. Оскар, а ты был в том году на таком марше? Вот все-таки это же такая некая традиция нашего университета, правильно, что в этом году это второй марш студенческий? Да, в том году, как раз, когда было 70-летие Дня Победы Великой Отечественной Войны, я присутствовал на этом студенческом марше. Было очень грандиозное мероприятие, участвовало очень много студентов. И хочется сказать, что была очень сильная гордость, и вот все отдавали дань памяти этому великому событию. И было очень приятно смотреть за всеми этими лицами, которые столько дней готовились, работали и сделали такое огромное знаковое мероприятие. Ну, смотря сколько все-таки студентов и ребят сейчас уже собрались на главной площади перед главным зданием Казанского федерального университета. Ну, мне кажется, их число не намного меньше, чем, предположим, в том году, да, то есть... В том году количество было, количество участников студенческого марша превышало 5000 человек. Ну, не намножко меньше, да, 3750 студентов. Я думаю, что это такая хорошая традиция, и в следующем году участников может быть еще больше. Вот мы сейчас смотрим с вами улица Кремлевская, по которой будет как раз проходить шествие нашего студенческого марша. Сейчас в это время идет возложение цветов около памятника Мусы Джалиля. Сегодня, кстати, пока я шла, встретила ребят, которые участвуют именно в шествии, вот почетный батальон 210, и ребята сказали, что их репетиции были, наверное, более двух месяцев. То есть ребята репетировали изо дня в день даже, я считаю, да? Репетировали, готовились постоянно, несмотря на то, что это были прогулы учебных занятий, но они были не зря, потому что все это готовилось для такого огромного и очень знакомого мероприятия, которое сейчас мы с вами можем наблюдать в прямом эфире. Да, это была инициатива самих ребят поучаствовать. Если в том году, возможно, их пригласили к этому, то в этом году они уже изъявили свое собственное желание принять участие именно в таком знатном мероприятии, очень важном, в том числе и для нашего Казанского федерального университета. Мы с вами сможем как раз вот по улице Кремлевской увидеть 7 взводов, а именно первый взвод — это Институт фундаментальной медицины и биологии, второй взвод — это юридический факультет, третий взвод — в составе Института международных отношений, Истории востоковедения, Институт физики. Четвертый взвод — это Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт математики и механики. Пятый взвод — Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Химический институт. Шестой взвод — Институт геологии и нефтегазовых технологий. И седьмой взвод — это Институт управления экономикой и финансов. А также еще два взвода, которые будут вместе в составе этого шествия. Это взвод студентов всех федеральных университетов Российской Федерации, а также Бессмертный полк — это сотрудники университета, которые будут идти с фотографиями преподавателей, выпускников, сотрудников Казанского федерального, участников Великой Отечественной войны. Да, и при этом у нас сегодня будут присутствовать самые почетные гости — это ветераны. К сожалению, их число сокращается с каждым годом, но тем не менее на главной площади будут присутствовать 17 ветеранов, которым будет также предоставлено слово. И я думаю, что все участники считают важным долгом подойти к ним, выразить даже, наверное, какие-то слова благодарности и лишний раз сказать им спасибо за то, что... Спасибо за чистое небо над головой, за свободу, за тот мир, который они нам подарили 71 год назад. Ведь все, что сейчас у нас есть, это только благодаря им. Ну, наверное, хочется сказать, что 71 год назад, 30 апреля 1945 года, война вернулась туда, откуда началась. Красная армия штурмовала логово фашистского чудовища, завершая свою освободительную миссию в Европе. И летом 1944 года советская армия очистила от оккупантов территорию страны и взяла курс на Берлин, освобождая страны Европы. 30 апреля 1945 года советские войны водрузили красное знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Знамя было водружено разведчиками 150-й стрелковой дивизии Михаилом Егоровым и Мелитоном Контария. Фотографии горящего Рейхстага с реющим над его куполом знаменем Победы были опубликованы в газете «Правда» от 3 мая 1945 года. А в воскресенье, день 22 июня 1941 года, студенты Казанского федерального университета готовились к последним экзаменам. Однако учебные планы разрушило известие о начале войны. В этот день состоялся митинг, на котором студенты и профессорско-преподавательский состав университета приняли резолюцию. Студенты Казанского государственного университета заверяют советское правительство своей полной готовности по первому их зову до последней капли крови защищать честь и свободу социалистической Родины. Студенты, педагоги и ученые Казанского федерального университета оказались в одном строю. Одни ушли на фронт, другие ковали победу в тылу. Мы сейчас можем наблюдать с вами такую обширную картину, панораму сверху, и видим, что все студенты Казанского федерального университета собрались и ждут начала этого знаково-масштабного мероприятия, которое сегодня состоится. Это студенческий марш победы. Да, между тем, конечно, мы услышим и прекрасные музыкальные военные композиции в исполнении оркестра Министерства внутренних дел Республики Татарстан. Также будут принимать участие артисты и студенты Казанского федерального университета. И я думаю, что сама программа сегодня будет очень насыщенная и поистине величественная, наверное, даже, чтобы передать все настроение такого большого и великого праздника, который все-таки удостоился отмечать Казанский федеральный университет. Я вот даже не знаю, ты когда-нибудь был на параде 9 мая, возможно, в Москве? Вот, к сожалению, параде 9 мая в Москве не удалось поучаствовать до сих пор, возможно, мне предстоит еще такая возможность. Но каждый год мы с семьей посещаем парады, которые проходят в Казани. Это тоже такая традиция. Я думаю, что такая традиция должна быть вообще у всех семей, у всех людей, которые имеют вообще отношение к истории Российской Федерации, потому что это дань памяти Великой Отечественной войны, победы в ней. Мы сейчас видим кадры, да, как готовятся, и в том числе репетирует оркестр, чтобы встретить шествие. Такие все-таки счастливые лица студентов, которые точно так же ожидают, когда же не увидят такой мощный батальон. Стоит заметить, что у каждого студента есть георгиевские ленточки. Это тоже такой знак, как дань памяти сегодняшнему мероприятию. А видим очень много флагов, и вообще вся вот эта вот масштабность и мероприятие очень видно. В том количестве, сколько студентов сегодня пришли на студенческий марш Победы. Да. Несмотря на то, что мы с тобой все-таки можем наблюдать это действие со стороны, у меня внутри уже такое некое предвкушение, что вот чего-то такого красивого, прекрасного, и сама жду, не дождусь, когда же появится батальон, и мы с тобой уже сможем более подробно рассказать о ребятах и участниках. Дорогие друзья, сейчас мы видим, что на главной площади перед главным зданием Казанского федерального университета выходят наши дорогие ветераны, которые как раз-таки являлись участниками Великой Отечественной войны. Сейчас они присаживаются, занимают свои почетные места, и мы видим, что студенты Казанского университета также помогают им сесть, что очень приятно, что студенты не забывают о тех, кто даровал нам мир и свободу. Совсем немного осталось до начала, до старта, до шествия наших студентов. Да, когда мы увидим их движение по улице Кремлевская до главной площади перед Казанским федеральным университетом. Вот сейчас также мы видим наших дорогих ветеранов, которые подходят к своим почетным местам. У всех, да, в руках есть красные гвоздики, цветы, такое чувство праздника, но при этом с такой грустью в мыслях, потому что мероприятие все-таки очень важное для нас всех. Аплодисменты, я думаю, что тоже стоят достаточно громкие, и несколько минут это будет продолжаться, пока все-таки ветераны займут именно свои почетные места. И причем аплодисменты идут для наших дорогих ветеранов, потому что... Именно им огромное спасибо в многократном размере за такую свободу, которую они нам даровали. Ветераны нашего Казанского университета, труженики тыла... Сейчас на площади 1 мая строится колонна, которая готовится к шествию студенческого марша победы, который будет проходить по улице Кремлевская и дойдет до площади перед главным зданием Казанского федерального университета. Кто пришелся, пожалуйста, рядом с нашими почетными гостями. Присаживайтесь тоже. Там тоже также присутствуют ветераны, ректор Казанского федерального университета, почетные гости, в том числе, которые вот и будут участниками этого шествия. Участниками этого шествия. Также стоит отметить, дорогие телезрители, что участниками шествия, помимо студентов, будет также ретро-машина с ветеранами, машина с музыкальными сопровождениями и, конечно, гости все, которые будут принимать в этом участие. Директора института, выпускники, преподаватели и даже будет взвод барабанщиков. То есть такое действительно мощное, величественное сопровождение тех ребят, которые усердно готовились несколько месяцев вот именно к этому дню, показать нам все свое мастерство, на мой взгляд, вообще маршировать красиво, а точно это действительно большое и великое дело и некий труд, которому действительно нужно научиться, чтобы был ровный, одинаковый шаг, всегда поднималась на определенную высоту, и при том у тебя должно быть очень выразительное лицо. Да, чтобы своим лицом показывать вот всю вот эту гордость за то, что все-таки устречествовала победа. Сейчас как раз наверняка показывают всех почетных гостей, которые собрались на так называемой сковородке, в которой мы между собой, между студентами так называем, площадь перед Казанским федеральным университетом. Да, ветераны занимают свои почетные места, и после этого с минуты на минуту начнется шествие наших студентов, которые приготовили вот это большое мероприятие. Ну, нельзя не сказать о погоде, потому что все-таки солнечно, это очень важно, и мы переживали о том, что может погодный слой немножко помешать нашему такому мероприятию. Да, как-то измениться. Но стоит заметить, что сегодня волнение не только у всех студентов, у участников, у гостей, у всех, кто причастен к этому мероприятию, но также у погоды, она также волнуется, и у нас то сменяется какими-то пасхорными заявлениями, то опять светит солнце, также волнение присутствует и в погоде, что никак не может не отражаться на нашем общем настроении. Но общее настроение, конечно, у всех приподнятое, потому что сегодня такое знаменательное событие. И все-таки вот смотрю и лишний раз просто восхищаюсь нашим университетом, какой же он большой, великий в том числе, да, Да, сейчас мы сможем перед нашими глазами главное здание Казанского федерального университета, также мы видим внутренний студенческий городок, ректорский садик. И весь наш большой практически город Казань, который также будет в скором времени потихонечку готовиться, уже готовится к майским праздникам, готовится к 9 мая. И в этом году стоит отметить, что проходит в Казани студенческая весна, российская студенческая весна. И как раз-таки сегодня, в конце нашего шествия, именно гала-концерт и состоится, куда будут приглашены все гости. Все участники студенческого марша победы, который будет как раз-таки сейчас, за которым мы с вами наблюдаем в прямом эфире. Сносливости и взаимопомощи, настойчивости и оптимизма. Мы гордимся вами. В этот великий день... Ну, все-таки еще наши почетные гости продолжают занимать свои места. В принципе, я думаю, что основная часть уже готова. Мы отдаем вам тепло... Оркестр. Как мы можем наблюдать, что все, кто присутствует на площади перед главным зданием Казанского федерального университета, до сих пор аплодируют, потому что наши дорогие ветераны еще занимают свои почетные места. И все аплодируют тем самым благодаря их за ту победу, которую они нам подарили. А, Виктория, вот смотрю я на всю эту процессию, и мне вспоминаются строки из известного стихотворения Геннадия Шпаликова. Чуть летаешь? Да. По несчастью или к счастью истинно проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, Не найти того, что ищу. Ни тебе, ни мне. Путешествия в обратное я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути. А не то рвану по следу, кто меня вернет. И на валенках уеду. В 45-й год. В 45-м угадаю там, где, боже мой, Будет мама молодой и отец живой. Прекрасно. Я думаю, что если есть еще худеть менты, то в том числе они тебе, потому что так важно быть вместе с той историей, о которой мы, к сожалению, не застали. Вместе с тобой. И я даже не смогла вдоволь насладиться разговорами из первых уст от своей прабабушки, в том числе. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами наблюдаем эту улицу Кремлевской. Как раз в нашу сторону идет шествие студенческого марша Победы. Только началось. В принципе, только вот отходят от памятника Мусаджа Лилю. Видим, что здесь очень много флагов, флагов Российской Федерации. Также есть флаги Республики Татарстан. А также, если присмотреться, мы видим, что там есть фотографии, которые несут бессмертный полк. Мы самих ребят, мы, конечно, пока не видим, но в скором времени они также выйдут на Кремлевскую улицу, и мы в полной мере сможем лицезреть все это прекрасное и величественное путешествие. Вот сейчас по дороге едет командирский, газ открыт командирский со студентами в военной форме. Также едет машина со знаменем Казанского университета, ретро-машина с ветеранами. Также, если присмотреться, мы видим, что идет ректор с гостями, а также с ветеранами. Подходит также вместе со студентами бессмертный полк, в котором участвуют сотрудники университета, которые несут фотографии всех участников, при этом сотрудников Казанского федерального университета и участников Великой Отечественной войны. А также... Ну, в любом случае, это и не только участники, в смысле сотрудники Казанского федерального университета, но в этом году немножко так двери расширились, открылись, да, вот в том же самом... Такая новая традиция появилась. Да, что могут принимать участие не только представители нашего университета. Да, могут... Это, я думаю, только начало. Могут принимать участие любые желающие и вот пройти вместе с этим бессмертным полком и пронести фотографии своих родных и близких участников Великой Отечественной войны. 3750 человек. Мне кажется, это очень большая такая большая цифра, и это такое мастерство даже некое, собрать всех вместе. Какая организация большая была уже проведена, и я думаю, до сих пор организаторы немножко переживают за то, чтобы все пошло именно так, как они запланировали. Несмотря на то, что груз ответственности у всех сейчас большой, но я думаю, что такая особая ответственность сейчас у тех, кто идет как раз-таки в составе вот этого шестя студенческого марша победы. в республике Татарстан Рустама Нургалевича Мениханова. Почетный батальон Вести 10, который так себя называет, который включает как раз-таки себя и студентов Казанского Федерального Университета, и взвод с участниками других федеральных университетов, которые в этом году решили поучаствовать вместе с нами и дать такое некуда неуважение. Хочется несколько слов сказать про Казанский Федеральный Университет, а именно про участников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. К началу Великой Отечественной войны в составе Казанского университета было 6 факультетов, 33 кафедры, 15 лабораторий, 2 обсерватории, биологическая станция и 2 научно-исследовательских института. Количество студентов превышало 2000 человек. В первые месяцы войны из Казанского университета на фронт ушли около 400 человек. Осенью 1941 года студенты и преподаватели были привлечены для строительства Волжского оборонительного рубежа. Ученые университета совместно с научными силами Татарской автономной Советской статистической республики оказали помощь промышленности, сельскому хозяйству страны, быстрейшей их перестройки для работы в условиях военного времени. Была и другая задача по возможности сохранить достигнутый уровень подготовки специалистов. Оскар, хочется отметить, что вот такие прекрасные ретро-автомобили, такие яркие, как раз таки... Да, которые сохранились до сих пор до нашего времени. В них сейчас как раз таки едут наши уважаемые ветераны, которые как раз таки принимали участие в церемонии возложения цветов к памятнику Мусу Джалиле. Движение достаточно медленное, действительно созданы все для того, чтобы каждый мог рассмотреть все детали. И при этом, чтобы каждый участник успел прочувствовать вот этот груз ответственности, который сейчас находится на нем, который никогда не участвует в таком масштабном событии. Да, мы пришли смотреть все жители Казани, я думаю. Да, мы видим, что и молодое поколение также наблюдают за этим шествием. Я думаю, им как раз таки больше всего нужно смотреть именно такое величественное мероприятие. И вот, если мы хоть чуть-чуть уже застали это время, да, кто-то из нас мог с тобой поговорить даже с теми самыми ветеранами, то, к сожалению, подрастающему поколению только придется... Ну, что хочется сказать, нужно ловить момент сейчас и наблюдать, и поддерживать, благодарить ветеранов, которые сейчас еще с нами. Вот видите, идет просто масштабное огромное шествие студентов, всех участников. Даже муражки по телу просто бегут, и все стремительно и стремительно это шествие приближается к главной площади, к главному месту, где будет проходить митинг. Мы гордимся вами. Да, и мы напоминаем, что сегодня участвуют в нашем студенческом марше Победы почетный батальон 210, в котором участвуют все взводы. Это взводы Казанского федерального университета, а также в составе них это учебное подразделение Казанского университета. Также участвует отдельный взвод всех федеральных федератов Российской Федерации, и участвует Бессмертный полк, в котором сотрудники университета, а также все любые желающие, которые хотят отдать для участия в митинге на площади перед главным зданием Казанского федерального университета. Вот мы видим, едут машины, ретро-машины, а также идут уважаемые гости, наш ректор Ильчат Равкатович Гафуров, а также шествие. Студенты, которые уже хотят увидеть все ближе и ближе. Сейчас мы можем даже рассмотреть фотографии, которые сделаны все в одной стилистике, в одном формате. Это Бессмертный полк, который идет прямо за нашим ректором Ильчатом Равкатовичем Гафуровым, а также, если я не ошибаюсь, там идет наш мэр города Ильчат Рассиевич Мельчин. Ретро-автомобили, в которых находятся ветераны. Встречаем аплодисментами. Вот как нам передает сейчас ведущий с площадки перед главным зданием Казанского федерального университета. Он просто просит всех поддержать аплодисментами то шествие, которое просто надвигается в сторону Казанского федерального университета, в сторону главного здания. На главной площади нас ожидает митинг, куда прибудут как раз-таки участники студенческого марша. Состоится основная часть, в которой будут участвовать все активисты, творческие студенты Казанского федерального университета. Будут проходить чтение стихов, вокальные композиции. Вот уже мы видим, что из ретро-машины выходят наши дорогие ветераны и проходят к своим почетным местам. И, конечно, студенты Казанского федерального университета помогают им пройти. Звучит торжественная музыка в исполнении оркестра Министерства внутренних дел Республики Татарстан. А также потом будут давать слово нашим дорогим ветеранам для того, чтобы... раз аплодисменты нашим уважаемым ветеранам. Вот смотрите, уже подходит к главной площади нашего действия, к площади перед зданием, главным зданием Казанского университета. Все шествие, а именно бессмертный полк идет впереди. Перед ними идут наши почетные гости. министерств и ведомств Республики Татарстан. Ректор Казанского университета Ильшат Равкат Вежгафуров. Бессмертный полк Казанского университета. Действительно, просто по телу бегут мурашки. Даже вот этот самый бессмертный полк. Какой красоты сделаны фотографии. Это был большой труд. Во-первых, найти действительно фотографии тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Уже прошло 71 год. Это очень много. Это безумно красиво. Мне может быть даже не могу даже выразить то, что я вижу, потому что это очень красиво, очень величественно и переполняет чувство гордости вообще за то, что мы причастны к такому. Возникает такой контраст эмоций. Во-первых, сегодня праздник. Сегодня выгрузили 71 год назад, подрузили красное знамя в Брихстаге в Берлине и ознаменовалась победа Советского Союза на фашистской Германии. Победа, радость, слезы на глазах, как поется в песне. Но при этом ощущается и грусть, потому что столько жизнений участников не смолкают аплодисменты. Но очень важно, несмотря на года, пронести это все дальше и дальше, передать другим поколениям. Это чувство гордости за своих предков и за ту страну, родину, в которой мы живем. Сейчас мы видим, как выстраиваются все шествия, выстраивается бессмертный полк, а также выстраиваются почетный батальон, будет как раз-таки подходить также ближе к главному зданию Казанского Федерального Университета и все будут выстраиваться перед основной площадкой. Более трех тысяч человек сегодня принимают участие в этом мероприятии. В скором времени слово предоставится ректору Казанского Федерального Университета Ильшат Рафатовичу Гоккурову для приветствия торжественного слова. Да, это, конечно, все пройдет после того, как будет построение почетного батальона ДТ-210 и после этого начнется митинг, который является такой завершающей точкой в нашем сегодняшнем мероприятии. Площадка будет очень интересно выстроена, да, где будут как раз-таки мы видим их сверху представители различных университетов. Представители различных университетов, которые стоят и также вместе с нами участвуют в этом большом шествии. Что за университетом сегодня присутствует? Институт международных отношений и восставительных disc recurring в составе 300 человек. Институт фундаментальной медицины и биологии. Институт фундаментальной медицины и биологии в составе 270 человек. Также юридический факультет также 270 человек. Институт психологии и образования, институт геологии и нефтегазовой технологии. Институт математики и механики, институт физики, также по 100 человек, институт вычислительной математики и информационных технологий, институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, по 180 человек, и деревни универсиады, это иностранные студенты в составе 400 человек, также пришли к нам сюда, чтобы вместе с нами поучаствовать в этом огромном масштабном мероприятии. — Мне кажется, как раз-таки для иностранных студентов это тоже очень важное мероприятие, потому что они приехали в другую страну, и они принимают другую культуру, и для них это вообще что-то новое. — Да, новое и вот такое вовлечение, интеграция в нашу историю, интеграция в нашу культуру, но при этом они также участвуют. Вот мы видим сейчас ветеранов, которые наблюдают за всем этим действием, и я думаю, что все-таки возможно у них возникает вот это чувство гордости за то, что традиции сохраняются, и все-таки раздается память предкам. — Сколько наград и медалей на груди. — И, конечно же, приветствуем почетный батальон 230. — Я думаю, что даже по весу это будет, ну, не меньше пяти килограммов, наверное. И каждый из них что-то значит. Каждый из них это... — Причем, значит, не только тем, что это награды даются за победу, но и с историями, которые связывают всех ветеранов друг с другом. И несмотря на их уже почетный возраст, все ветераны выглядят очень чинно и выглядят так же гордо и так же очень красиво, как они выглядели в своей молодости, когда только-только уходили на фронт. — Вот мы сейчас с вами видим, как движется в сторону главной площади, в сторону главного здания Казанского федерального университета почетный батальон 210. — Какие же они красивые, как они четко и ровно отлаженно продолжают свое путешествие. — Все одеты, прям как будто от иголочки, да? У всех на груди Георгиевская леночка. Просто диву даешься, и очень приятно на это смотреть. Все идут очень ровно. — Мы еще раз приветствуем взвод барабачиков Казанского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации, а также почетный батальон ДСТ-10, студенты Казанского университета в военной форме, а также взвод студентов федеральных университетов. — На месте! — Стой! — Налее! — Становись! — Равняйсь! — Равняйсь! — Смирно! — Равней, да? — В середину! — Товарищи ректор Казанского федерального университета, студенты почетного батальона, наметен в честь великой победы построенный командир батальона, доцент кафедры безопасности и жизнедеятельности, полковник в отставке Салихов. — Здравствуйте, товарищи студенты! — Здравствуйте, товарищи! — Поздравляю всех вас с праздником победы! — Ура! — Ура! — Внимание! Равнение на государственный флаг Российской Федерации, на флаг Республики Татарстан, на знамя победы! — Субтитры создавал DimaTorzok Слово предоставляется ректору Казанского федерального университета Ильшату Равкатовичу Гафурову. Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие наши студенты, преподаватели, выпускники Казанского федерального университета, дорогие наши гости. Празднование нашего великого праздника от всей души хочу поздравить всех вас с нем воинской и трудовой славы, национальной гордости и народной памяти. С нем победы! 9 мая это особенный праздник. Он соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утрат и великое самопожертвование. Для Казанского университета годы войны это непростое время, которое требовало стойкости и мужества, героизма ученых и преподавателей, студентов, напряженного и тяжелого труда всех сотрудников университета. Казанский университет в годы войны стал центром научной жизни советского народа. К нам были эвакуированы из Москвы и Ленинграда учреждения Академии наук Советского Союза. На повестку дня стала исключительно важная и сложная задача оказать действенную помощь промышленности, сельскому хозяйству и быстрейшей их перестройке для работы в условиях военного времени. Настоящий трудовой потвик студенты и преподаватели совершили, возводя укрепления на Волгской оборонительном рубеже. Особые значения имели научные открытия, сделанные в годы войны в стенах нашего университета, связанные с деятельностью таких выдающихся ученых, как Евгений Константинович Завойский и Петр Леонидович Коплица и всех наших товарищей нашего старшего поколения. Всего за время войны в Казанском университете было выполнено более 300 научных работ, направленных на укрепление обороноспособности нашей страны. Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов студентов и сотрудников Казанского университета. В первом месте войны из университета на фронт ушло порядка 400 человек. К сожалению, не все они вернулись к мирной жизни, к своим родным и близким. С тем, кто верил и ждал их. На камне славы, установленной в главном здании Казанского федерального университета, написаны имена 88 из них. В прошлом году, как вы помните, мы впервые провели студентский марш Победы. Мы стали одним из первых университетов России, открывшим цикл всех патриотических мероприятий, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Тогда он объединил более 5000 студентов, сотрудников, выпускников университета и стал символом консолидации университетского сообщества вокруг этого знаменательного события в истории всего нашего народа. Тогда же, год назад, именно в этот день, мы посадили во дворе университета Яблоневую аллею героев с мемориальной зоной, посвященной великому подвигу наших университетских коллег-фронтовиков и павших, и ныне живущих. И сегодня мы вновь вышли на марш Победы с новым посылом. В этом году, как здесь уже говорилось, нас поддержали все федеральные университеты страны. Сегодня в составе нашего почетного батальона принимает участие отдельный взвод студентов из федеральных университетов России. Спасибо студентам и руководству этих университетов за то, что приехали в Казань и стали частью нашей общей истории. Я глубоко убежден, что межуниверситетская солидарность станет еще одной доброй традицией. Вместе с нами сегодня и представители правительства нашей республики, представители мэрии, Государственного совета и Государственной думы Российской Федерации. Дорогие ветераны, через всю войну вы прошли в едином строю, в едином братстве и вместе вынесли такие трудности, какие человек, казалось бы, выдержать в обычных условиях не может. Но вы не покорились врагу и стали настоящими творцами Великой Победы. Искренне благодарю вас за это, то, что вы сделали в годы войны, за ваш труд послевоенные годы, за все, что вы сделали во благо развития нашего любимого Казанского университета. Вы – наша гордость и пример. Вы – пример для подражания всему подрастающему поколению. Вы – пример силы духа, любви к родной стране, сплоченности и самоотверженности во взаимовыручке и ответственности. Прошел уже 71-й год с победного 45-го года. Сменяется поколение, не знающие тягот военных лет. Пройдут еще годы, но я думаю, я глубоко убежден, что в сердце Казанского университета навсегда сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны. Вечная слава героям от всего сердца, желаю всем присутствующим счастья, благополучия и долголетия. Пусть этот праздник наполнит светом ваши сердца здоровья вам, удачи и мирного солнечного неба над головой. Спасибо. Слово заместителю премьер-министра Республики Татарстан Шахразиеву Василию Габтельгоязовичу. Многоуважаемые, дорогие наши ветераны, друзья, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из Республики почти 700 тысяч наших татарстанцев ушли на фронт. И каждый второй пал смертью храбрых. Победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. Все для фронта, все для победы. Вот основной девиз. И благодаря этому мы смогли пройти эти ужасные годы. И 9 мая 1945 года, когда объявили уже победу, мы прекрасно поняли, что только единение, что каждый человек, каждый гражданин Советского Союза, не жалея своего здоровья, иной раз даже жизни, стал участником этой великой победы. Годы идут. Мы прекрасно понимаем, что ветеранов становится все меньше и меньше. Буквально на прошлой неделе мы провели Организационный комитет нашей Республики под руководством нашего президента Рустама Нургалевича Мениханова. И сегодня говорим, что в Республике проживает более 65 тысяч ветеранов и тружеников Трудового фронта. Республика полностью готова для того, чтобы праздновать 9 мая. И мы прекрасно понимаем, что каждому из нас необходимо еще раз обращать внимание нашим ветеранам, и чтобы они всегда были в центре нашего внимания и уважения. С точки зрения государства сегодня, конечно, очень много делается. Мы за последние годы из федерального бюджета смогли привлечь более 20 миллиардов рублей, и почти 18,5 тысяч участников ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили отдельным благоустроенным жильем. Сегодня мы говорим уже о лекарственном обеспечении, мы говорим уже сегодня о социальном обслуживании наших ветеранов, так как самому молодому ветерану сегодня уже 83 года. И у кого-то есть уже необходимый свет в связи с отсутствием просто близких, которые могли смотреть и ухаживать за ними. И в то же время мы сегодня говорим о том, что патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере наших ветеранов является одним из главных направляющих развития нашего Татарстана и России. Очень важно, чтобы подрастающее поколение было достойно поколения наших победителей. Вчера практически на этой площади мы открыли российский сбор наследников Победы. 46 регионов, более 400 кадетов прибыли, чтобы в рамках подготовки Великой Победы мы могли еще раз вспомнить страницы Великой Победы и быть достойным поколения победителей. И, наверное, одним из главных составляющих является то, что Казань в годы Великой Отечественной войны стал центром не только научных разработок в связи с тем, что переехали институты, университеты и специалисты, но и в то же время военно-промышленный конкурс был тоже перекинут в Казан. И мы здесь начали изготавливать все, что необходимо для нашей Победы. Эти традиции сегодня остались, и мы их приумножаем. В канун 9 мая в первую очередь, уважаемые друзья, хочется сказать огромные слова благодарности нашим ветеранам. Ветеранам за победу и за сегодняшнюю возможность быть счастливыми. И в то же время их заверить, что сегодняшние поколения, татарстанцев, россиян, будут делать все для того, чтобы сохранить эту победу, и из поколения в поколение передавая. Всегда могли говорить, что эта победа была дубыта благодаря подвигу советского народа. С праздником, дорогие друзья! Слово заместителю председателя Государственного Совета Республики Татарстан Риме Атласовне Ратниковой. Добрый день, уважаемые наши ветераны, уважаемые профессора, преподаватели университета, студенты, аспиранты, от имени депутатов Государственного Совета, среди которых очень много наших выпускников, поздравляю вас со всеми майскими праздниками, с Днем Труда Первым Мая, с Днем нашей Великой Победы! Сегодня в одном строю живые и павшие, и этот полк бессмертен, как бессмертна победа нашего народа над фашистской Германией, бессмертна и неотъемлема от истории нашей страны. Вот сегодня уже прозвучало, как много сделал Казанский тогда Государственный университет, какой огромный вклад он внес в общую победу и на фронте, и в тылу, проводя научные исследования, встав в один ряд, в один строй профессора, преподаватели, студенты ковали победу в тылу и на фронте. Я выпускница Казанского университета. Все годы, когда я училась здесь, нашим ректором был фронтовик. Михаил Тихонович Нужин, политрук. Нам преподавали Мустафан Угман и Ибрагим Нурулин. Мы встречались с Семеном Александровичем Альшулером, с Евгением Прокопьевичем Бусыгином. И сегодня еще здесь, среди ветеранов, есть преподаватели, которые тоже фронтовики учили нас. И эти теплые встречи, это теплота их сердец, мы храним их в нашей памяти. Хочу сказать огромное спасибо Казанскому федеральному университету за то, что вы храните эту память очень бережно. Спасибо нашим историкам, архивистам, спасибо многим поколениям наших десантников, поисковиков, потому что действительно эта память священная, и мы должны ее передать будущим поколениям. Очень много задач сегодня перед Казанским университетом, перед всеми нашими федеральными университетами. И мы своей учебой, своими знаниями, полученными образованиями в будущем должны служить нашей республике, нашей стране, чтобы она была крепкой, чтобы она была передовой, чтобы она была лидером. Я думаю, что вместе мы переживем все трудности. Слово предоставляется профессору, ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному деятелю науки Татарстана, доктору наук, заслуженному профессору геологического факультета Казанского университета, награжденного орденами Красного Знамени и Отечественной войны первой и второй степени. Мы приглашаем к микрофону Ивана Николаевича Пенькова. Дорогие друзья, коллеги, я приветствую вас и рад вас видеть безмерно. Прошло довольно много времени с тех пор, как я переступил порог вот этого дома. С тех пор он для меня, моей семьи, моих детей стал родным домом. Он родной дом для моих внуков и, надеюсь, будет родным домом для моих правнуков. На Руси было много праздников разных, хороших и не очень. Праздники приходили и уходили. Но этот праздник будет жить в веках, потому что с ним связаны такие потрясения. Дорогие друзья, меня часто спрашивают, как в этой жизни быть успешным. Я отвечаю им словами – надо воспитать в себе и сохранить на долгие годы чувство долга. Долга перед своей совестью, долго перед близкими, долго перед своими соратниками, друзьями, товарищами, долгом перед Родиной. Вот это чувство родилось во мне еще в детстве, в голодном и холодном. Оно сильно укрепилось на фронте и помогало мне выжить, сохранить свое лицо, свое достоинство. Я рад и горд, счастлив, что я учился и работал в Казанском университете. Я рад и горд, что нахожусь среди вас и вместе с вами. Я надеюсь, что мне еще не раз придется видеть, встречать вас, добрых и знакомых мне людей. Спасибо вам за то, что вы помните о нас. Спасибо, что вы чтите о нас. Слава и честь вам. Спасибо. Спасибо большое, Иван Николаевич. Спасибо вам, дорогие наши ветераны. Мы гордимся вами в этот великий день. Нет никого роднее и дороже вас. Вашу честь, цветы, салют и мощь парадных расчетов. Здоровья вам и долгих лет жизни. Дорогие друзья, прямо сейчас в память о погибших во времена Великой Отечественной войны объявляется минута молчания. Дорогие друзья, спасибо. Слава и честь. Спасибо. Слово предоставляется выпускнице Казанского федерального университета Ахмедьяновой Лили. Когда на раненую землю пришла победная весна, Волной народного веселья прониклась в каждый дом она. Еще не праздник, просто дата. Обычный, но великий день. И все потом поймут когда-то, что помнить главное из дел. Ну а пока солдату можно в конце концов и отдохнуть. Спать долго и неосторожно, закончен бесконечный путь. Уже закончились погони, весенним облаком накрыт, зажав оружие в ладони, Солдат победы сладко спит. Потом весенние оркестры подхватят радостную весть, Пройдут парады повсеместно и вспомнят, как сражались здесь. Колодец памяти бездонный и души павших где-то там. Давайте вспомним поименно, кто подарил победу нам. Победа, слезы и веселье. Те дни еще пылают в снах, Когда на раненую землю пришла победная весна. Те дни еще пылают в снах, Славых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу клин усталый Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может это место для меня Настанет день из журавлиной стаи Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех тех, кого оставил на земле Мне кажется порою, что солдаты С кровавых непришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Хоровая капелла Казанского федерального университета Имени Леонида Устцова Под управлением Эры Евгеньевны Даниловой Сольную партию исполнил старший преподаватель университета Михаил Абрамский Для торжественной речи от лица студенчества Казанского федерального университета На сцену приглашается студент Из состава почетного батальона 210 Командир 7-го взвода Антон Горин А также студент Южного федерального университета Из состава почетного батальона 210 Святослав Матвиенко Дорогие ветераны фронта и труженики тыла Уважаемые участники студенческого марша победы Накануне дня победы в Великой Отечественной войне От лица всего студенчества Казанского федерального университета Позвольте сказать слова благодарности тем людям Чей героический подвиг навсегда останется в наших сердцах Судьба подарила нам возможность жить рядом с вами Учиться у вас терпению и мужеству Душевной щедрости и любви к родной земле Вспомним всех ветеранов Которые добывали для нас, своих потомков Возможность жить в свободном мире Пусть те страшные дни уже так далеко от нас Но они были И это наша история Нам сложно представить Через что пришлось пройти миллионам людей Которые принимали участие в той кровавой Страшной войне Но давайте будем помнить С благодарностью и скорбью о том Как родные нам И совсем незнакомые люди Отдавали свою жизнь за родину Свободу Светлое будущее своих детей Они искренне надеялись Что такое горе никогда не случится с нами Они хотели, чтобы война навсегда осталась для нас всего лишь воспоминанием Тяжелым уроком судьбы и никогда нашей реальностью И мы должны помнить Ведь память и благодарность это все, что мы можем дать нашим ветеранам не только в этот день, но и всегда Несмотря на все жертвы Боль, страдания, людские потери День Победы Это светлый день Это день, с которого отсчет времени начался заново Потому что настала новая эпоха Свободы Мира Возможностей И за все это мы благодарим вас Дорогие наши ветераны Пусть знают все, что в сердцах студентов Казанского Федерального университета Живет глубочайшее уважение ко всем героическим защитникам нашей Родины К живым и павшим с твердой уверенностью, что их величайшие жертвы не напрасны Светлая память воинам Низкий поклон вам Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Спасибо вам за героический подвиг За то, что сегодня вы служите достойным примером для будущих защитников Отечества Уважаемые ветераны Уважаемые участники мероприятия Дорогие студенты Казанского Федерального университета Позвольте от лица студенчества всех федеральных университетов Поздравить вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Этот праздник станет символом нашего единения, нашей неизгибаемой стойкости и несокрушимости духа Прошло уже много лет с того момента, когда наша страна услышала страшное слово «война» Военные годы остались где-то далеко Но сама война крепко держит нас могучей силой человеческой памяти У многих из нас есть родственники, которые защищали нашу Родину от фашистских захватчиков Мы благодарны всем павшим воинам за их великий бессмертный подвиг Всем ветеранам за их героизм, силу духа и мужества Желаем им крепкого здоровья, мира, добра и благополучия От лица студентов взвода федеральных университетов почетного батальона Позвольте выразить искреннюю благодарность ректору Ильшату Равкатовичу Гафурову И всему коллективу Казанского федерального университета А также правительству Республики Татарстан и мэрии города За приглашение в Казань За возможность стать частью масштабного патриотического мероприятия Студенческого марша победы Для нас, молодежи, патриотизм это не пустые слова Это наша гордость, наша история, наша жизнь Сегодня мы вместе со студентами Казанского федерального университета Прошли строевым шагом в составе почетного батальона по улице Кремлевской Для всех нас большая честь стать частью истории Одного из старейших университетов нашей любимой Родины Надеемся, что мы сможем перенять эту добрую традицию казанских студентов И провести студенческий марш победы у нас в городах Мы, молодое поколение своего времени Будем помнить героические подвиги нашего народа В годы Великой Отечественной войны Навечно останутся в наших сердцах имена героев Отдавших свою жизнь за наше будущее Никогда не забудем мы тех, кто не жалея своей жизни Завоевал свободу и счастье для грядущих поколений Спасибо за все, ветераны Помним и гордимся Сейчас в знак мира, добра, счастья, любви и благополучия Во всем мире мы запускаем в небо 71 белого голубя А также в небо будет запущено 1018 красных шаров Именно столько дней длилась война Играет музыка Итак, прямо сейчас мы запускаем белый голубей, символ мира Голуби! Это счастье! И прямо сейчас в небо летят 1018 красных шаров Именно столько дней длилась эта страшная и кровавая война 1418 красных шаров Дорогие друзья, в этом году у нас появляется еще одна новая традиция Сегодня в рамках 13-го международного студенческого легкоатлетического пробега Ижевск, Казань, Минск, посвященного 71-летней годовщине победы Великой Отечественной войне Стартует команда Казанского федерального университета В составе которого пробегут 71 студент-спортсмен Но прежде чем будет дан старт этой эстафете Давайте бурными аплодисментами проводим Почетный батальон 210 И отдельный взвод из всех федеральных университетов России Провожаем бурными аплодисментами Почетный батальон Почетный батальон Студенты, профессорско-преподавательский состав И сотрудники Казанского университета Вышли на студенческий марш победы В честь подвига своих предшественников В честь героической воли и стремления к свободе Тех 400 студентов и преподавателей Казанского университета Которые в войну ушли на фронт В первую очередь мы благодарим наших ветеранов Мы гордимся вами Эта победа является бесценным достоянием и гордостью нашего университета Республики страны Годы Великой Отечественной войны Не забудутся никогда Ведь это наша история Память сердца Дорогие телезрители Сейчас для всех продолжается Студенческий легкоатлетический забег Ижевск, Казань, Минск А после этого в 16.00 Коискакова Уникс Открывает для всех двери И ждет на галоконцерт Студенческой весны 2016 года Казанского федерального университета Мы благодарим вас, дорогие зрители Что вы были вместе с нами В течение прямой трансляции Для вас ее вели Оскар Галимов И я, Виктория Новикова До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok